всем привет ассык на площадке байги news сегодня пройдемся по ценам тема касается каждого то есть буквально шкурная в ее лучшем смысле конечно сезон такой подошел традиционно по части цен на продукты питания услуги коммуналку и уже других необходимых для поддержания повседневной жизни товарах не говорю в общем цены на все то на что мы с вами и тратим в основном наши ежемесячные зарплаты а если не хватает вдруг то и сбережения у кого они есть конечно тем более что на сезонный правильный наверное межсезонный фактор в этом году наложилось еще и волатильность валютного курса доллар вырос а мы с вами уже давно научены как и где это может стрельнуть аукнуться мы это проходили уже не раз всегда в таких случаях повышается цена на продукты можете сказать насколько подорожают продукты и товары и когда есть так называемый перечень социально значимых товаров первой необходимости по нему мы держим ситуацию на контроле даже в прошлом периоде прошлых месяцах мы ушли так называют дефляцию когда наоборот по некоторым позициям зафиксировали снижение цен то есть вроде как держатся цены если официально если вице-премьеру байбазарову верить тем более что он все-таки еще и министр национальной экономики да где-то традиционно на социально значимые продукты питания цены правительства держат административными методами но где-то по целому ряду товаров продуктовой корзины цены регулируют исключительно рынок но все это работает когда никаких внешних триггеров не случается а скачок доллара как раз такой триггер вся эта исправно работающая конструкция по удержанию цен точно остается надежной когда тенге вдруг дешевеет вот давайте для тех кто ножками ходит магазин точно никаких неприятных сюрпризов с ценниками ждать не стоит а это смотря в какие магазины ходить как бы мы не говорили что мы от доллара независимо приходишь магазин и все продавцы говорят что доллар поднялся цены соответственно тоже если это продуктовые это никак не связано то есть общая инфляция у нас 8 и 3 продуктовая инфляция 5 и 1 а по импортным товарам до до тех пор пока покупаешь импортно ты будешь покупать через доллар и будешь на доллар смотреть бог с ними с другими товарами да и с долларом тоже что на него смотреть давайте по жизненно необходимому пройдемся по продуктам питания урожая этого года как заявил другой вице-премьер джо мангарин достойный собрали и не только по зерну масличных культур больше почти на треть того же картофеля например на четверть да и других овощей тоже даже риса в этом году вырастили больше прежнего все это в межсезонье конечно будет если официозно выражаться оказывать давление в хорошем смысле давление на рынок что само по себе должно не только сдерживать цены но и заставлять их снижаться первые результаты той самой дефляции который говорил один лице-премьер уже официально подвел другой по семи наименованиям цены снизились группа крещневая 32 процента капуста 13 половиной масло подсолнечное почти 9 процентов морковь мука рис яйцо это хорошие тренды но здесь надо понять что инфляцию никто не отменял в этом году 6 8 процентов что это значит это значит что средний рост цен мы ожидаем в этом пределе это такая эволюционная динамика принципе развитие экономики она подразумевает что цена вот расти в пределах коридоров которые мы задаем то есть цены вроде бы падают но все равно растут но экономисты думаю не дадут собрать страшно порой даже не сама инфляция то как ее малюют то есть так называемые инфляционные ожидания это такая официальная переменная которая строится вроде всего-то на наших с вами ощущениях но на самом деле напрямую влияет на ценовую политику как производителей так и продавцов то есть даже отношение наше ничего хорошего цен не ждать уже само по себе на ценах тех сказывается не самым лучшим образом инфляционные ожидания населения повысились до 14 1 процента в августе они были 13 1 респонденты отмечают рост цен на продукты питания обувь одежду ну и также коммунальные услуги ну хорошо вот где у нас реальные риски где еще то на что конкретно цены могут выйти из под контроля мы же не всем себя сами обеспечиваем правда есть продукты питания тоже и социально значимых кстати по которым мы хронически импортозависимы то есть не можем наладить собственное производство а потому традиционно вынуждены их завозить когда завозим импортируем то есть то импортируем конечно вместе с той их ценой по пяти прод товаром импортозависимость есть мясо птицы мы обеспечиваемся на 73 процента колбаса 60 процент рыба 60 процентов сыр и творог 46 сахар 44 но естественно некоторые виды овощей и фруктов которые в казахстане не производится может быть это апельсины бананы здесь есть определенные риски связаны с тем что возможно эта продукция будет дорожать что касается цитрусовых например то как вице-премьер жумангарин публично всех заверил правительство прямо сейчас кажется подошло к практическому решению вопроса по ценовой доступности апельсинов лимонов для казахстанцев на площадке евразийской экономической комиссии обсуждается вероятность снижения ввозных таможенных пошлин сейчас вопрос лишь в том насколько такая мера скажется на наших фермерах которые пытаются производить цитрусовые в тепличных условиях на территории нашей страны поддержка отечественных фермеров таких вопросах остается ключевым приоритетом как утверждают в кабмине есть даже совсем свежий показательный пример с яблоками самым доступным для нас с вами фруктом между прочим так вот в этом году хроническую импортозависимость удалось переломить после пяти лет активной господдержки яблоневых садов страна впервые получила рекордный урожай яблок и вот чтобы этот успех закрепить импорт яблок в страну временно закрыли это должно дать возможность нашим фермерам беспрепятственно реализовать собой урожай то есть распродать по всей стране а уже потом границы для заморских яблок снова откроют в этом году ожидается 300 тысяч тонн урожая вот на время сбора урожая мы запретили пока цена стоит пока стабильно и согласитесь мы потратили столько сил и энергии для того чтобы сейчас мешать нашим фермерам развиваться просто вот яблоки да это тот фрукт который могут позволить ее большинство казахстанцев то есть не все могут себе позволить такие вот фрукты экзотические но яблоки покупают большинство казахстанцев вот сейчас и этот фрукт подорожает вдруг у нас договоренность была с нашими производителями если цен на яблоки начнут они повышать мы запрет с ними это условия поддержки с межсезонной волатильностью цен вроде разобрались с валютным ажиотажем который может также подогревать цены кажется тоже но впереди предновогодняя суета все же помнят как ведут себя ценники особенно на продукты питания в этот период правда если все эти предпринятые правительством меры работают по нам же не стоит ноября декабря опасаться правильно то есть резкого скачка цен опять-таки казахстанцам не ожидать ближе к новому году в рамках того что мы контролируем конец года приближается и здесь определенный конечно ажиотаж в этом отношении будет но мы будем реагировать всеми доступными рыночными инструментами которые есть но это вице-премьер байбазаров соглашается что ценовой ажиотаж возможен его коллега другой вице-премьер жомангарин поправляет предновогодний скачок цен не какой-то обязательный само собой разумеющийся факт да на случай такого развития событий сценарий уже есть если заметят что цены на продукты питания поползли вверх то в городах особенно в крупных откроют продовольственные ярмарки причем не только для отечественных фермеров с продукцией из южных властей но если потребуется пустят и фермеров соседних и южных конечно государств чтобы они смогли продавать свою продукцию нам с вами напрямую без всяких там посреднических накруток прошлый год вы помните как мы прошли новый год новогоднего ажиотажа не было это уже это удивительно конечно но цена была очень стабильная предновогодний после новогодний период поэтому в этом году мы будем надеяться что даже если у них нет конечно такие тренды мы будем их сбивать поэтому то что касается скачков цен они возможны но они будут минимизированы а то что касается какого-то тренда я думаю сто процентов его не будет у нас период повышения цен период связан с волатильность цен он закончился что о как период повышения цен в стране закончен как же мангарин публично объявил даже странно что такое знаковое заявление осталось для прессы особо незамеченным может потому что те самые инфляционные ожидания населения все-таки остаются стабильно высокими и хорошим новостям мы пока как-то не привыкли что ли вот и тему цен кажется в очередной уже раз выбили это была сык проект площадки байги news пока